МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, Аббас. Приветствую. Аббас Джума, российский журналист-международник. У нас СССР белорусский Глеб Лавров. Специалисты высокого класса и очень расширенного профиля. Знаком. Так, с одной стороны, ваша профессия сегодня очень востребована. С другой, вся международная система координат сегодня – это хаос, двойные стандарты и сюрреализм. Вот как сегодня профессионалу оставаться адекватным среди вот этого бесконечного – это другое. Ну, надо не терять себя, прежде всего. Если ты не теряешь себя, если ты знаешь, зачем ты делаешь то, что ты делаешь, тебе чуть легче действительно в этом мире безумия и сюрреализма. Сегодня идет война, и если ты не потерян, если ты знаешь, кто твой противник, то ты движешься по направлению к победе и делаешь все, что можешь для достижения этой победы. Но разница между нами и ими в том, что нам чувствует этот макевиалистский подход, согласно которому цель оправдывает средства. Мы не Израиль, мы не способны уничтожать всех, кто попадет под руку. Мы отрицаем коллективную ответственность. Также и в СМИ. Мы не готовы идти на ложь, на подлог, на подлость, на сотрудничество с чертом и дьяволом, лишь бы победить. Поэтому наш путь долог, наш путь кровав, он омыт кровью наших солдат, наших журналистов, потому что очень многие в поисках истины погибают от рук врага. Но это сознательный выбор. А как вообще в ситуации, когда все нормы международного права не просто не работают, они попраны, причем нагло, цинично, во всех отношениях. Никакие уставы ООН, никакие правозащитные организации, международные организации, они уже не имеют никакого авторитета. На что можно ссылаться? На какие авторитеты или на какие нормы, когда ты банально пишешь элементарно журналистскую статью и должен на что-то опираться? Раньше были эти нормы, сейчас нет. Делайте свою работу. Делайте свое дело. Делайте это дело честно. Ссылайтесь на факты. И будет вам счастье. Понимаете, не ждите, что там вас одобрят. Это была глобальная ошибка на протяжении многих лет. Вы будете плохими всегда. Напишите вы правду или соврете. Даже если вы перебежите к ним, вы все равно будете людьми второго сорта, вас все равно не примут. Поэтому единственный выход, на самом деле, который лично я для себя вижу, в профессиональной жизни, в жизни вообще, это идти своим путем, это не терять себя, это делать свое дело максимально честно, это тратить все силы на достижение цели. Ну а там разберутся. И время покажет. Вот давайте тогда... Ладно. Вы же все равно к этому как-то должны были прийти, даже к этому пониманию. Тогда немножко о вашем пути в профессию. Вы наполовину сириец. Да. Свободно говорите на арабском и английском языках. Ну по-русски говорите лучше меня. На английском не так свободно, как хотелось бы. Наверстаем. Это опять же ваши пока такие думы. Имейте научные работы по делу Скрипалей и медаль Замятина Союза писателей России за успехи на литературной и культурной НИВах. Ну так, по крайней мере, в аннотации написано. Почему именно Россия как место реализации выбрана вами? Ну, начнем с того, что Россия – это место, где я родился. Ну, родись я, скажем, в Буркино-Фасо, я бы выбрал Буркино-Фасо как место для реализации. Мне повезло. Я родился, вырос там, где добиться многого, не скажу, что просто, но, возможно, без взяток, без подлости, без необходимости идти по головам. То есть своим умом? Своим умом, конечно. Я родился, я вырос, Россия мне дала все. Она дала мне это все бесплатно. Я в жизни ни у кого ничего не попросил, никому не занес. Вот как в моем первом ответе, да, я просто шел и пришел. И очень благодарен своей стране. В принципе, я не мыслю себя вне России. Ну, и повторяю, мне просто повезло, что я тут родился. Страна, которая действительно дает больше, чем берет. Ну, и в этом смысле, мне кажется, те, кто хотят быть с нами, они, конечно, не пожалеют. Мне нравится этот ответ. Они не пожалеют. Посмотрите, некоторые источники, они ведь утверждают, что до поступления в РУДН это известный вуз. Да. Ну, хотя бы даже потому, что наши телезрители прекрасно его знали по команде КВНовской, которая была великолепна. Но вы в Сирии до этого закончили баасистскую спецшколу с военной направленностью. Что это за заведение? И что вы там изучали? Ну, это обыкновенная школа. Мы там изучали все то, что изучают в любой другой школе, в любой стране. Я там несколько лет учился. Закончил. Я действительно просто уже как бы закончил. Потом приехал в Россию, где начал свое обучение в российской спецшколе. Нет, в спецшколе изначально. Да, там с первого по четвертый класс. А уже потом я уехал в Сирию и там продолжил. Потом я вернулся в Россию и уже, собственно, закончил РУДН. Обычная школа. Из простых. То есть ничего такого. И в этом, видимо, был замысел моего отца. Не отдавать туда, где легко. Не отдавать туда, где со мной будут говорить по-русски, если это какая-нибудь школа при посольстве, скажем. А вот максимально погрузить меня в атмосферу. В среду. В среду. Тем более, что эта школа была школой моего отца. Он закончил. Прямо рядом с нашим домом. Вот эту школу. Математика, география, арабский язык и литература. И так далее. Но и немножечко спорта. Вот этой всей военной выучки. Разбирать, собирать автомат. Ну и так далее. То есть личная военная подготовка? Ну, у нас она была когда-то. Она была когда-то. Я считаю, что это необходимо возродить. Тем более, в нынешние времена. Вот. Очень крепкое образование. Надо сказать, что в Сирии до сих пор, несмотря ни на что, очень крепкое начальное и среднее образование. по всем параметрам. Это великолепные учителя, преподаватели. Это ориентация, кстати, на советское образование. Кстати. То, от чего мы в свое время отошли. К сожалению. К сожалению. Вот. Там это очень ценят. Это передают из поколения в поколение. И это дает свои плоды. Если вы посмотрите, то огромное количество специалистов по всему миру вышли из Сирии. Из сирийской школы. Обучение там было на арабском языке? На арабском, сугубо. Конечно, это арабская школа. Хорошо. Но Вашингтон вас внес в санкционный список. Внес. В свои, да? Да. Минфин. Мне формулировка понравилась. За связь с поставкой иранских дронов Камикадзе в зону СВО для ЧВК «Вагнер». Угу. Неужели так подрабатывали, промышляли немножко поставкой оружия? На полставки. Мне лестно, конечно, что Минфин США обо мне столь высокого мнения, но я вынужден вас разочаровать. Не, не меня. Это их. Это туда. И их я вообще как бы выношу за скобки. Им бесполезно что-то говорить, обращаться к ним. Там, видимо, только силой можно что-то доказать и показать. А вас я вынужден разочаровать. Да, никакой я не БУД 2.0. Нет за мной ничего, кроме честной журналистской работы. Я работал, да, и в Африке. Да, я работал с Евгением Викторовичем Пригожиным, с ЧВК «Вагнер». И работал на Донбассе. И, видимо, видимо, в Америке тот, кому поручили слепить вот этот фейк, как бы соединил воедино эти общеизвестные факты, ну, и логически вывел мою причастность к поставкам дронов музыкантам. Дескать, ну, человек же работал в Африке. И на Донбассе работал. И есть фотография с Пригожиным. Соединяем. Один плюс один, получаем. Два. Это просто говорит об уровне профессионализма, о компетентности. И в целом о таком общем, об общем уровне. Это тотальная деградация. Я много об этом писал. У них, в принципе, деградирует сегодня все. Дипломатия. Когда дипломат, чья обязательная функция это наводить мосты, это делать все, чтобы мосты не сжигались, это сохранять вот эту ниточку связи между двумя конфликтующими сторонами, даже тогда, когда, казалось бы, уже поздно. Сегодня эти дипломаты, наоборот, разжигают войну. Они главные ястребы. Они призывают воевать. Но это же вообще сюрреализм, с которого вы начали. То же самое касается их политики. То же самое касается их экономики. Казалось бы, все то, чем они гордились веками, рыночная экономика, капитализм и так далее, сегодня их же руками просто скомканы и выброшены в помойное ведро. Ну и Минфин, соответственно, туда же. Вот я пал жертвой этой некомпетентности и деградации. Ну у нас с вами одинаковое падение, потому что у меня где-то до сих пор, по мнению США и Европейского Союза и Канады почему-то, где-то лежат наручники, которыми я приковал Протасевича во время интервью к стулу для того, чтобы он не сбежал. И у него осталось очень много следов на руках. Страшный вы человек. Да, я ужасный человек, просто садист. Ну ладно. Вы когда-то обозначили, что если бы не пошли в журналистику, то стали бы сотрудником службы внешней разведки или дипломатом. Вот не слишком ли такой широкий разброс потенциальных возможностей? Да нет, почему? Я выбрал вот нечто посередине. А, то есть журналистика, она на все... Да, да, да. Ну правда, мне интересно и то, и то. Мне кажется, то, чем я сейчас занимаюсь, в принципе, отчасти это и то направление, и это. И как сказал мне один достаточно компетентный человек, тебя отличает от сотрудника в общем спецслужб то, что на тебе нет такого количества бюрократии, писанина, и тебе платят чуть больше. Вот. Не знаю, так это или нет, но у меня двойное гражданство, поэтому, конечно... Российское и сирийское. Российское и сирийское. Да, да. Работать в политике, в спецслужбах я не могу в силу моей принадлежности к еще одному государству. Отказываться от этого гражданства я не хочу, потому что считаю, что это было бы предательством по отношению к моему отцу и к тем родственникам многочисленным, которые меня любят и ждут в Сирии. Но я вполне доволен своим нынешним положением, своей профессией и тем, чем я занимаюсь. Так, немножко о российской спецоперации, да? Она показала колеблющимся странам, что с США можно и нужно разговаривать с позицией силы. Это ваши слова? Да. Точно. Вот это прецедент или просто мы начинаем возвращаться к лучшим дипломатическим традициям СССР? И то, и то. Это прецедент для Российской Федерации. Я вам напомню, как все начиналось. С хохочущего над господином Ельцином Клинтона. Ну, то есть, то, чего мы достигли сегодня, это, конечно же, возрождение птицы Феникс. Это большой, большой успех. Я не могу сказать, что Россия сегодня способна возглавить новый мир, как вот говорят некоторые наши эксперты, политики. Нет, у нас нет таких финансовых и политических возможностей. Но, но, мы запустили этот механизм. Мы действительно показали всему миру, что можно так. И ничего тебе не будет за это. Штаты не способны никого остановить. Штаты не способны ничего контролировать. Это не просто слова. Проанализируйте. Сегодня Вашингтон не контролирует ни один процесс, в который он вовлечен. Они не могут совладать с Украиной. Они не могут ей ни помочь, ни успокоить ее. Они не могут там сделать ничего. Только заваливать деньгами и вооружением. А вы уверены, что они хотят помочь Украине? Они хотят помочь себе, но и это тоже не получается, потому что поражение на Украине это начало конца для гегемонии Соединенных Штатов Америки. Это начало конца гегемонии доллара. Это все очень взаимосвязанные вещи. А я восприрую, нет ли некоторого противоречия? Россия не способна по вашим словам пока возглавить этот однополярный мир. Могу я так перефразировать? Нет. Потому что мы не говорим об однополярном мире. Именно поэтому мы не говорим о том, что кто-то что-то возглавит. Это модель Соединенных Штатов Америки. Это то, что происходит сегодня, это то, с чем мы боремся. А к чему тогда Россия начала этот процесс? Что должно явиться конечной точкой? Горизонталь. Мир равных игроков. Посмотрите на наше взаимодействие с глобальным югом. Там нет главных. Несмотря на то, что Китай понятно экономически, политически это мощнейший игрок, наверное, самый мощный. Первая экономика, давайте прямо говорить. да, в формате ШОС и не только. Но тем не менее, можно ли сказать сегодня, что Китай гегемон, что Китай диктует. Он и не позиционируется. И ему это и не надо. Поэтому, когда меня спрашивают, а как ты охарактеризуешь вот эту новую модель, нового мироустройства, я говорю, это такой механизм, где все детали взаимосвязаны. Да, есть большая, наиболее заметная и, возможно, наиболее важная деталь Китай, но она сама по себе мало что решает. И она тоже будет работать постольку, поскольку вокруг нее работают маленькие детали. Вот. Именно так я вижу то, к чему мы стремимся. Соединенные Штаты не про то. Соединенные Штаты это про вертикаль. Наверху они, все остальные ниже. Даже про пирамиду, да? Или про пирамиду, да. Это их любимый знак. Да, 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 вот, да. Если там захотят, будет так, как там захотят. Им надо, чтобы взорвались Северный поток-2. они взорвутся. И никто ничего не скажет. Им надо, чтобы все наложили санкции даже в ущерб себе на Россию. Все наложат санкции и будут втридорого закупать газ у Соединенных Штатов Америки. Но будет именно так. Им надо, чтобы они посылали оружие и технику на Украину, оставляя себя с голой пятой точкой. Так и будет. Так и будет. А потом они будут опять же втридорого закупать все эти Абрамсы у Америки, и Америка будет их обслуживать. Тем самым хоронится идея о европейской армии и так далее. Помните, еще недавно что-то подобное возникало в умах французов, немцев? Все, сегодня этого нет, потому что у них ничего нет. Они деградировали. Я возвращаюсь к своему тезису про то, что Вашингтон при этом все равно ничего не может контролировать. Пытается, но не может. Красное море и хуситы. Йеменцы бьют по их кораблям. Это казус бели. Америка ничего не может сделать. Израиль. Израиль, зависимая от Америки страна, сегодня диктует Вашингтону, как надо делать. Смеет не соглашаться со своим патроном. Где, вот скажите мне, Штаты что-то полноценно, стопроцентно контролируют? Нигде. То есть, правильно я понимаю, что в результате процесса, который запустила Россия, сбудется мечта очень многих адекватных людей. По всему миру. Фараоны закопают в его же пирамиде. Конечно. Более того, и неглупые лидеры, будь то индийский лидер, лидеры африканских стран, арабы, смотрят на эту ситуацию и мотают на ус. Да, они пока не предпринимают никаких активных действий. Они выжидают, они заняли такую выжидательную позицию, смотрят, чем это все закончится. Но по мере продвижения российской спецоперации на Украине, мы видим, как меняется риторика многих стран. Мы видим, что многие страны стали смелее отвечать на прессинг Соединенных Штатов Америки. Скажем, та же Индия на уровне главы МИДа господина Джей Шанкара неоднократно говорила слово нет Соединенным Штатам Америки. Мы будем покупать оружие, мы будем закупать нефть, потому что нам это выгодно. Вы же ведете программу на радио, радиопередачу «Восток. Дело тонкое». Вел, да. Хорошо. Тогда Запад сейчас дело какое? Гиблое. Очень хороший ответ. Правда, можно даже не развивать. Очень хочется, чтобы так и было. У вас было как минимум два подкаста, которые были посвящены Израилю и Хамас. Да. Как наземная операция Израиля повлияет на энергетический рынок России. И второй подкаст США опустошили израильские склады в пользу Украины. Ну, был такой, да. Момент, да. Вот этот прогноз по энергетическому рынку России, он сбылся? Ну, он в процессе. Пока рано говорить, да. Цена нефти, которая сейчас растет. И прогнозирует, ну, сколько, сотню? Уже, да. Насколько это, скажем так, финальная точка или процесс будет продолжаться? На ваш взгляд, процесс вполне себе может продолжаться. Мы находимся сейчас в динамике. Сейчас ожидается ответ Ирана на недавний теракт, который осуществили израильтяне в Дамаске. Непонятно, каким будет этот ответ. Будет ли он? Будет это сто процентов. Два полярных мнения я слышу. Правда. Что Иран сейчас начинает сглаживать ситуацию и ответа не будет, как и в случае с убийством в Ираке военачальника иранского, да. И второй, что это конкретно тот самый казус Белли, фактически речь идет повод для начала войны. Вот два полярных мнения. Проглотит или нет? Я скажу так. За 10 лет работы с иранцами я их совершенно не понял. Но я понял одну вещь. Они не для того тысячелетиями торговали коврами, чтобы принимать необдуманные решения. Вы знаете, что такое сделать ковер, ручную работу? Я, по крайней мере, видел, что такое персидский ковер. Сколько лет это упорного, ручного, мелкого вот этого труда? Это нация, которая думает, прежде чем делает. Она много терпит и долго терпит. Но она обязательно доделает ковер и продаст его дорого. Ответ будет, не сомневайтесь. Каким и когда, это другой вопрос. Вот 7 октября. А кто сказал, что это не ответ за убийство Касама Сулеймани в Ираке? А кто сказал, что это не ответ Ирана на всю ту подлость и все то зло, которое принесло мусульманам государство Израиль? Мусульманам Палестины, я имею в виду. А для Ирана защита Палестины это вещь сакраментальная. Это высшая цель. Вот, несмотря на то, что в Тегеране изначально говорили о своей непричастности к атаке Хамаса 7 октября, сегодня появляются другие новости. Они опять же исходят из Тегерана. И мы уже понимаем, что, оказывается, вот убитый в результате теракта в Дамаске генерал Захиди имел отношение к планированию спецоперации Хамаса против Израиля. Иран ответит. Иран не сидел сложа руки десятилетия, пока находился под всеми возможными санкциями. Иран воспитал поколение преданных ему людей по всему региону. Я сейчас говорю про иранские прокси, про иракцев, про ливанцев, про сирийцев. Они окружили Израиль и они готовы ответить и ответят даже несмотря на то, что, возможно, это будет последнее, что они сделают. И в этом, как мне кажется, вот причина поражения Запада. А все-таки я Израиль встраиваю именно в западную модель. Безусловно. Конечно. Непотопляемый авианосец США такой был термин использован. Именно так. Именно так. Именно ментально. И я сейчас говорю не про улицу. Я сейчас говорю именно про руководство страны. Они не способны понять иранца, русского, белоруса. Они не способны понять коллективизм, готовность принести себя и свой комфорт в жертву. Самопожертвование. вот эта нация консюмеризма, нация потребления, это очень примитивно. Они не всегда были такими. Но они стали такими. Они затянули в эту ловушку очень многих. Не мне вам рассказывать, вспомните 20-й год. Посмотрите, что происходило у нас, когда началась специальная военная операция, когда была мобилизация Верхний Ларс и прочее. Мне 30 лет. Я был воспитан на MTV. Мне всю мою сознательную жизнь говорили «Пепси, бери от жизни все». И я благодарен матери и отцу, которые иногда мне так на ухо «Не бери от жизни все». «Не бери, еще дай что-нибудь». «Отдай что-нибудь, поделись». Это очень правильный посыл. Очень правильный. Знаете, когда ребенку дают не целую конфетку, а половину, чтобы он четко понимал, насколько это правильнее. Еще правильнее, если ты живешь в многодетной семье. Так вот, вопрос. И там априори у тебя будет неполная конфета. Вы сейчас очень сказали такие важные слова про Иран, что выросло целое поколение, может быть, даже уже и не одно поколение за эти 40 лет санкций, хотя бы даже, действительно преданы своей стране настолько, что способны на самопожертвование. Но ведь примерно то же самое говорили в свое время про гвардию Хусейна, когда американцы вторглись, и что вот эта армия в 500 тысяч, она покажет американцам, кто есть кто. А потом она куда-то растворилась. Так неожиданно. Не произойдет ли то же самое сейчас в случае обострения конфликта? Мне сложно ответить на этот вопрос. Одному Богу известно. Я надеюсь, что не произойдет. Я надеюсь, что, если мы говорим про Иран, то поколение иранцев, воспитанные в идеалах революции, исламской революции 79-го года, даст отпор, идеологический отпор, прежде всего. Но как оно будет на самом деле, время покажет. Я же не могу сказать, что там все так замечательно и прекрасно, что там нет пятой колонны, скажем, что там нет молодежи мечтающей о кружевных трусиках, как говорили в Украине. Да, о кружевных трусиках. Готовых за айфон продать все и вся. Там это тоже есть. И там относительно недавно страна пылала в огне протеста, раскачанного абсолютно так же, как это было в Беларуси. А до этого было еще много где. Технология отработана до автоматизма. Ну, помните вот эти хиджабные протесты, там все началось с абсолютно фейковой истории. Я читаю лекции студентам и привожу этот, прошу прощения за сленг, кейс как хрестоматийный, как такой вот самый яркий, наверное, за последние десятилетия пример, как можно погрузить огромную страну, региональную, почти ядерную, в хаос, в панику на основе всего лишь одного фейка, используя соцсети. Да, это слишком знакомо. Слишком знакомо. Они придумали историю, погибла девочка. Они сказали, она погибла, потому что ее убили, не приведя никаких доказательств, абсолютно голословно. Ее убили за выпавшую из-под хиджаба прядь волос. Но это же бред, рассчитанный на человека, никогда не бывавшего в Иране. Так это растиражировали все. Так это все растиражировали. Завтрадники. Конечно, это было везде. По принципу произнести ложь тысячу раз, и она станет правдой. Так и произошло. Если про это сказали все, если про это написали все СМИ, более-менее крупные, во всех европейских странах, в США, то это уже аксиома. Уже даже муветон спорит с тем, что ее убили. Другой вопрос, сколько ей нанесли ударов и чем. Вот об этом еще можно поспорить, но то, что ее убили, это аксиома, это не поддается никакому обсуждению, да, и так далее. Вот. А что дальше произошло, вы все прекрасно знаете. И дальше страна погружается в хаос, в кровь, в коктейли Молотова, в нападение на силыков, в то, что не имеет никакого отношения к отстаиванию прав женщин, к хиджабам и так далее. Ну, где хиджабы и где нападения на полицию? Причем нападения организованы. Там же было оружие, которое заранее, видимо, было туда завезено. Там были, я же изучал этот вопрос, и я там был, и все это видел своими глазами. Листовки, значит, все распечатано, как одеваться, надевайте кроссовки, чтобы можно было убежать, как повязывать эту арафатку. Как знакомо это. А в Сирии не так, что ли, было? Все точно так. А в Ливане я был во время Ливанского Майдана, который начинался как праздник, когда все пели, танцевали, размахивали флагом, а сегодня, посмотрите на Ливан, ни света, ни хрена нет вообще. Расплачиваются долларами, кстати. На самом деле, вы же помните прекрасно, Майдан тоже начинался как праздник. Да. Чисто, да, они же там все скакали сначала и говорили. Но ведь вы еще в 23-м году были в Ираке, где больше 20 лет США не возмещают ущерб за военное вторжение. Много беседовали и беседуете с представителями Палестины, Йемена, Сирии. Вы знакомы со многими лично. А что упускает светская Европа, не интересуясь настроениями этой части мирового сообщества? Вот мы лично тоже ведь немного анализируем, да, но мы не очень понимаем процессы вот эти, которые происходят. Они тоже не очень понимают. Не понимают? Не понимают. Причем у них есть замечательные востоковеды. У них очень мощная школа. Особенно, если мы говорим про британцев. Ну, вот с этим соглашусь. Да. Британская школа. Да, да, есть и французская, но там немножечко другая история, да, они огнем и мечом своей колонии завоевывали, а британцы, они напротив, они изучали, они становились большими там иной раз арабами, чем сами арабы, проникали своими щупальцами в самые глубины этого мира, завоеванного ими, но те, кто принимают решения, не считают нужным принимать во внимание чаяния народа. Желание улицы, желание простых людей, национальные интересы стран, которые они считают своими, как это сказать, подданными, не имеющими права голоса, доноры, если хотите, да, вот, причем не добровольно, а принудительно, они застряли в прошлом, вот я повторяю свой тезис, их главная ошибка в том, что они, не понимая, с чем столкнулись, не принимая во внимание желания людей, все еще думают, что они на вершине горы, в то время, как рядом уже Китай, Россия, у Ирана претензии, Индия начала высказывать, недвусмысленно, да, как бы она хотела видеть этот мир, то есть, вот Китай, пожалуйста, и на платформе Китая мерятся Саудовская Аравия и Иран. Как это прошло мимо Соединенных Штатов Америки, а это, кстати, традиционный конфликт, на котором играли американцы и играли очень здорово много-много лет и тут появляется Китай как некий гарант. Вот, пожалуйста, вам политическая альтернатива. Про экономику я сейчас молчу. Ну, нет, а вот я не хотел бы, чтобы вы промолчали про экономику. У меня один есть вопрос, который на поверхности вроде бы лежит, потому что о нем очень много говорили буквально осенью накануне атаки Хамас, а потом резко вдруг все забыли. Я про инициативу Байдена на G20, который обозначил, что они собираются открыть альтернативный китайскому шелковому пути торговый путь из Индии в Западную Европу через Иордание, ОАЭ, Саудовская Аравия, Израиль, дальше Средиземное море, да, и... Так что, теперь, получается, этот проект можно похоронить? Нет, я бы не стал его хоронить преждевременно. Ну, горит же все, пока все горит. Горит, горит и будет гореть, но, тем не менее, зверь, загнанный в угол, очень опасен. Они будут биться, они будут отбиваться, они будут до последнего отстаивать свое право на вершину горы. Китай наступает, они этого очень опасаются. Конечно, появится какая-то альтернатива. До этого подобный вопрос обсуждался на G7, потом на G20, действительно, договорились. Индия, это прямой конкурент Китая. Ну да, безусловно. Конечно. Вот. Они с США на этом фоне будут работать. Давайте не будем обольщаться. Я прекрасно отношусь к индийцам. Я всегда говорю, что нам нужна Индия не пророссийская, а проиндийская. Но вот сегодня их связь с США очень прочна, и чем ближе наступает Китай, тем эта связь прочнее. И необходимость в альтернативе назреет. Но кто сказал, что это плохо? С другой стороны, я за рынок, я за... На самом-то деле, я за капитализм и за конкуренцию. Но это за цивилизованный рынок и цивилизованный капитализм. И разумеется. Где нет братков, которые придут, отберут, Ну, пока они пришли и пытаются отобрать, да, и все запретить. Да, но... Братки, мы понимаем, пока на пирамиде. Конечно, естественно. Но Китай крепкий орешек. И в отношении Китая они не смогут поступить так, как они сегодня поступают в отношении России, или как они более 40 лет назад поступили с Ираном и продолжают. Ну, хорошо. Ну, вот Палестино-Израильский конфликт, да, и возвращаясь к нему, да, вероятнее всего, по итогу сложится новый баланс сил. Вы отмечали, что ни у России, ни у ЕС, ни у США не будет возможности стать посредником в урегулировании этого конфликта. Но кто тогда станет этим посредником и каким видите в этот баланс по итогу конфликта? Он все равно ведь когда-то закончится. Я скажу так. Стать посредником не сможет тот, кто встал на той или иной стороне в этом конфликте. То есть Иран не посредник, потому что Иран это часть конфликта. США не посредники, потому что они часть этого конфликта. Россия может, но не в одиночку. Я считаю, что в одиночку мы не сможем. Опять же, в силу того, что этот статус будет оспариваем Соединенными Штатами Америки, Европой, коллективным Западом и всеми теми странами, которые не могут им противостоять. Но в коллаборации с Китаем, и вот тут снова вылезает Китай, я думаю, можно сдвинуть этот булыжник с мертвой точки. Китай уже продемонстрировал свои политические амбиции в международном масштабе. Через Брикс и Шосс. Через Брикс и Шосс. Китай продемонстрировал свою дипломатическую прыть. Опять возвращаю вас к миру между Ираном и Саудовской Аравией. Этот мир стал возможен исключительно благодаря Пекину. Да, там не только Китай участвовал в этом длительном процессе примирения, но китайская платформа стала решающим фактором, благодаря которому Эр-Рияд и Тегеран все-таки смогли договориться. А это экзистенциальные противники. Извините, еще вчера Тегеран артикулировал, прямо обвинял Саудовскую Аравию в разжигании протестов, о которых мы еще недавно с вами говорили. То есть, вот вчера они обвиняют Саудовскую Аравию в этой катастрофе, а сегодня они примирились. И это благодаря Китаю. То есть, Китай продемонстрировал, что он полноценный гарант подобных процессов. И экономический гарант, и политический, и дипломатический, он готов брать на себя эту роль. Я думаю, если кто и сможет стать гарантом в урегулировании израильско-палестинского конфликта, так это Китай и Россия вместе с Китаем. Россия, почему? Потому что мы тоже заняли очень взвешенную, очень правильную позицию, не поддержав ни одну из сторон, мы, тем не менее, настаиваем на том, на чем настаивали всегда. И вот эта последовательность, она подкупает на самом деле. Должны быть два государства, коллективной ответственности мы не приемлем. На вопрос, а как нам воевать, который задают периодически в Тель-Авиве, я всегда отвечаю следующим образом. Посмотрите на специальную военную операцию. Кстати, почему многие в Израиле встали в такую откровенно антироссийскую позицию, и почему Израиль стал прибежищем всей вот этой либеральной шушеры. Вот на мой взгляд, по той причине, что Россия показала третий путь. Десятилетиями Израиль пудрил мозги миру, говоря о том, что есть вот только так и больше никак. Вопрос экзистенциальный, дорогие друзья, мы пострадали во время Холокоста, с чем я абсолютно не спорю, это трагедия, безумная трагедия, и за это Германия расплачивается до сих пор. Так вот, вопрос экзистенциальный, либо мы возвращаемся в то время, и снова еврейский народ на краю пропасти, либо вот мы бомбим сектор газа. А сегодня Россия показала, что нет либо-либо. Это вот этот дуализм, он ложный. Есть еще один путь, да он тернистый, да он кровавый, да он долгий, но он есть. Господа израильтяне, готовы ли вы пойти по этому пути? И все, и это тупик, понимаете, и им нечего возразить. Ну вот смотрите, здесь напрашивается вопрос, что благодаря СВО, вот вы привели пример такой, мне он очень нравится, расширяется круг уставших от запада стран. Это ваша цитата? Да. Клуб уставших от запада стран, на ваш взгляд, кем он уже пополнился, кто входит в этот клуб и кто на подходе? И вот эти вот выборы в Словакии, насколько они связаны? Абсолютно. А это результат, а все устали. Все устали. Европейцы тоже устали. Сами европейцы. Конечно, они бы хотели. Мы говорим про политиков или про народы? Ну мы говорим про народы и про тех политиков, которые не являются марионетками, которые не выращены в пробирке. Не являются сарасятами. Да, да, да. Назовем так. Да, ну а посмотрите, я даже в свое время делал калаш. Я сравнивал вот этих глобалистов во Франции во главе с Макроном. Они даже внешне похожи. Вот их правда как будто вывели в пробирке, значит, вырастили игру и расставили по местам. Но я лично знаком со многими трезвомыслящими политиками в хорошем смысле этого слова и в Германии, и во Франции, и не только. И я хочу сказать, что они все мечтают попасть в этот клуб, стать его почетными членами. Вот. Причем они сами признают, что, наверное, сначала должна произойти какая-то катастрофа, она уже происходит, процесс запущен. Мы должны хлебнуть горе, говорят они, как в середине сороковых. И вот после этого, да, тогда, может быть, что-то произойдет. Мы оказались в углу, говорят они. На что я им отвечаю следующим образом. Ну, если выхода нет, тогда пробивайте этот угол головой. Да, вы расшибете лоб, но вы выберетесь из этого сложного положения. Издоровление через операцию? Через операцию, конечно. Сложнейшую, с последствиями. Возможно, жизнь уже не будет прежней. Возможно, вы уже не будете полноценными, как ранее. Но зато вы выживете. У вас будет шанс. В этом клубе уже достаточно давно очень многие страны Африки, Ближнего Востока, кстати, Саудовская Аравия потихонечку тоже вливается в ряды. Опять же, вспоминаем их решения по ОПЕК+, против которых протестовал господин Байден, США дико давили. Но Саудовская Аравия решила, что встречать сложные экономические времена с миллионами баррелей дешевой нефти в кармане как-то неправильно. Не соответствует национальным интересам королевства. И они сделали то, что сделали. Далее, ну, Китай, безусловно. Китай, безусловно. Иран давным-давно. То есть клуб расширяется, Латинская Америка туда же. И СВО это же индикатор. Сегодня по реакции на специальную военную операцию России на Украине можно понять, кто в клубе, кто на подходе, кто мечтает, пока не может, но обязательно воспользуется первой же возможностью. Про возможности, кстати. Помните СВПД? Совместный всеобъемлющий план действий, который был заключен, администрация Обамы, все приняли, потом Трамп пришел и все разрушил. Так вот, образовалась та самая возможность, о которой я говорю. Помните реакцию европейцев? Как они ринулись в Иран, как они зубами вцепились в эту возможность, инвестировать начали. Пришел Трамп и все разрушил. Это тоже к вопросу, кстати, о неадекватности и о потере контроля над ситуацией. Потому что, ну а кто теперь будет доверять Соединенным Штатам Америки? После того, как пришел Трамп и сказал, все, что было до меня, остается до меня. Новая администрация, новые правила. Дядь, ты чего? Поэтому сейчас многих нет особых иллюзий по поводу его возможного избрания. Смотрите, Аббас, дело в том, что у нас еще масса вопросов, масса вопросов, касающихся и непосредственно ситуации в России, и СВО, и Беларуси, и взаимосмязи многих процессов с вашей родной Сирией, да, и экстраполяция этих процессов, в том числе на Россию, на Беларусь. Поэтому эти вопросы мы в обязательном порядке коснемся, но уже во второй части нашей программы. Договорились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА